А сейчас выступает Владислав Доброславский. Добрый день. Специально к сегодняшнему концерту я написал вчера. Валение о любви к жизни. Как можно жизнь в России не любить, тем более когда не 18? Тебе порой хочется стараться, в себе все нехорошее убить. Как можно не любить родимый город, в котором ты родился, рос и крепкий? Москву не любит окаянный город, который своей ненавистью слепит. Как можно не любить свою жену, чего воплотила все твои надежды, когда ты любишь только лишь одну, да так, как не любил по жизни прежде? Как можно не любить своих детей, что от тебя все лучшее вобрали, от вас супругой мудростью знали, познали жизнь на свете без затей? Как можно не любить свои стихи, когда они не только близким любят, они звучат как праздничные трубы, они награды за твои грехи. В особенности это ты поймешь, когда тебе за 70, дружище, а позади дней заповедных тысячи, и наконец удачу обретешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы из прошедшего столетия, осталось сзади больше лет, нас ждут годины лихолетия и горе с пиром в побед. Дней жизни, лоскуты нити, свяжу в один большой лоскут, цените жизнь, друзья, цените, горите прочь печаль, тоску, что толку плакать о прошедшем, его не возвратить назад. Благословим друзей и женщин за каждый благосклонный взгляд и будем Богу благодарны за каждый день, что дарит нам, за мудрый, разум, планетарный, что в воздухе и по волнам речо от нас голубые дали с надеждой, верой и мечтой. Всю нежность, что мы не додали, примите вместе с теплотой. Я созерцатель, но не безучастный, я страстный почитатель бытия, к обидам и страданиям причастный поклонник сна, еды и бытия. Молоденько, когда женщин была очень, любитель покататься по стране, теперь скитаться я люблю не очень, одной жены в полке пока не было. Увы, желания притупляют годы, с годами прибавляется забота, а любоваться красотой природы порой недомога не дают. Жизнь как в жизни. Все в жизни загораются, все в жизни загораются, меркнут, как звезды люди, жизнь как небеса. Мы голову не посыпаем пеплом, а лишь грустим порою полчаса. Чего в ней больше, слез и улыбок, кто может скрупулезно почитать, никто не застрахован от ошибок, и роковой любая может стать. Поэтому на стройе лет обычно не так поспешно делаем шаги. События становятся приручнее, как беды и заклятые враги. Освещение друзьям. Мы друг другу праздник только сами можем иногда преподнести. Ласковыми, добрыми стихами и словами слушать и простить. От того на свете так непросто жить среди родных, среди друзей. Их не подберешь себе по росту. Жизнь не магазин и не музей, жизнь театра. А люди в нем актеры, только не везде и не всегда. На карьерах учатся транспортеры, а на них железная руда. Только чтобы превратить в железо, или сталь, или чугун отлить, разгробить руду, всегда полезно от пустой породы отделить. Так и жизнь нас бьет, разделяет, и ломает судьбы нам подчас. И никто и никогда не знает, что там ждет его в последний час. Лучше благодарными быть Богу за чудесный дар, что ждет пути. Ничего не взяв с собой дорогу, в вечность собираться по-немногу, за звездой невидимой почти. Наконец, ваше отлично. У русских все всегда не так. Не можем мы по-европейски. Не купишь нас за четвертат, тем более за три копейки. Мужик российский непростой. Он может все, если захочет. Задаром пустит на постой. В суде от руки похлопочет. Но если сильно разозлить, снести он может все преграды. Стакана два ему налить и убедить, что это надо. Уж лучше нас отзавеселить. Тогда смеемся мы, как дети. Однажды можем все простить. И нет добрее нас на свете. А если любим, на веках, вдобавок страстных и отважных, В войсках нет крепче мужика и бескорыстных, непродажных. Родители учили нас мечтать, надеяться и верить. Хотя порой лупили нас на благо и для исправления. Но господи вас упаси. Российский страшный бунт увидит. Всегда любили на Россию. И восхвалять ненавидно. Спасибо.